Более непривычное место для проведения пресс-конференции трудно себе представить. Журналистов пригласили сегодня приехать в парк Мянни к здешнему туалету, который, можно сказать, образцово-показательный. Но место встречи, ставшее поводом для шуток, выбрано было не случайно. А проблемы, которые были затронуты, весьма важны для развития туризма и занятий на открытом воздухе. Ведь многие из тех, кто любит прогуливаться по рейде Т вдоль моря или же в парках Мянни или Тондираба, наверняка оценили качество, удобство и чистоту стационарных туалетов, где также предусмотрены условия для тех, кто передвигается в инвалидном кресле. Город намерен увеличить количество именно таких общественных сооружений. И дело тут не только в большом количестве туристов в летний период. Прежде всего нужно заботиться о собственных жителях. И тут нет мелочей. Наша цель за следующие несколько лет довести количество стационарных туалетов от одной трети до двух третей от общего числа туалетов. И сделать так, что если у нас где-то не стационарные туалеты, которые выставляются на теплое, скажем так, время, начиная примерно с апреля по октябрь, то мы хотим достичь того, чтобы у нас не было нигде таких биотуалетов из пластмассы, а везде были бы в крайнем случае маленькие одиночные контейнеры, как, например, были установлены в этом сезоне в парке Пая. Предстоящим летом в Таллине будет установлено 107 общественных туалетов, включая 11 полностью автоматизированных уличных туалетов, 11 контейнерных, 7 санитарных контейнеров на пляжах и 78 временных туалетов, которые установят на летний сезон. Обслуживание и уборка будет происходить во всех установленных туалетах. В больших стационарных туалетах этому будут уделять внимание соответствующие службы пять раз в день. Другие будут проверять и при необходимости убирать не менее трех раз в день. Более того, вице-мэр Владимир Свет обратился к районным управам с просьбой взвесить возможность того, чтобы уже при выдаче разрешения на работу уличных кафе предприниматели обязывались обеспечивать возможность пользования туалетом не только для клиентов. То же правило могло бы действовать и при определенных городских учреждениях, которые расположены в многолюдных местах, как это делается во многих туристических, да не только центрах Европы и мира. Вадим Алышкин, Виталий Савинский, Новости Таллина.